Ваши слова перебиваются. Продолжайте за меня. Говорите. Я легко уступлю Вам место. Говорите. Вам самим-то не стыдно ли это? Вы сразу нарушаете несколько правил. Люди, которые приехали, на моей ответственности. И сегодня человек лежит раненый. Другого на выходе поймал, готовый быть таким. Вы что творите? На хорошей строительной площадке везде есть инженер по технике безопасности. Кто на стройке работает, знает. Он отвечает за все, что случится. Могут посадить даже, если как-то летальный исход. Что случилось? Я говорил, когда куда-то идете, где-то опасность какая, обуйтесь. Вчера Олег работал, я понашел, здесь нельзя разрушать. Он разрушил, работает. И он сразу ни слова не говоря об волосах. С мужчинами насколько легче работать. Дальше. Человек не мастер. Берет топор. Я не знаю зачем, чинит его. И под кровать не сунул, а возле кровати. Ходят люди. Кто это сделал? С кровать не надо. Я. Садись. Вы имеете ввиду. За твой счет лечить будем. Ну, ногу рассадила. Сейчас надо, чтобы она вышла, она уже прыгает. Это не надо делать. Надо дать, чтобы срослось. Я там показал, что делать и дальше. Это понятно? Ее вина в чем заключается? Там кровать и как бы вверх дивана лежит. Матрас такой. Она решила выхлопать. А на нем навалено что? Я кое-что там прятал. Она все разбазарила. Думает, кто приедет и нет крещальной одежды. У меня там одежда Васильевна приготовила на троих. Надо заново посмотреть, прогладить. Возьмитесь на себя это. Это бывает такое. Один не досмотрел, другой не досмотрел. Но не было никогда этого. Я тоже топор беру, но с этой стороны его сунешь, как может дальше. Даже трудно искать. А здесь прям кровать и возле кровати. А топор как грех волосный. Так, понимаете. И человек делал не для себя. Она старалась как лучше сделать. Лежит. Теперь молитесь. Помните ее. Второе. Я сразу предупредил. По деревне не шататься. По одному не ходить. У нас есть враги. Лютые враги. Свирепые враги. Они прямо ждут кого проглотить. И были люди, которые не послушали. Все до дому отпали. Они их сразу отравляют. Там бесовщина. Демонически сильные враги сидят там. Зачем тебе выходить? Я работаю, тут крапиву корчую. Гляжу один из. Женский пол. Вдоль улицы. Остановись. Куда идешь? Воздуху дышать. Первый раз в жизни встречает такое. Это настоящая ноздря Айтена. Которая засасывала весь воздух. Весь кислород захватили. Кто-то ей нет. Ясно, что эта площадь из воздуха сидит. Она из этого вакуума вырвалась и покатилась туда. Ни с кем одна, чтобы не делить ни с кем воздух. Это вообще шикарно. Я понимаю, как пузырь надулся и ветром катит его. Остановился. Куда? Я предположить не могу. В ту сторону. Поезда не идут в это время. Ну куда? За воздухом гонятся. Ветер дует. Тогда за ним уцепилось. Это вообще люди отличные. Спортсмены видно им. Выговорил я. Вижу, люди идут. Несколько наших сестер. Это разрешается. В ту сторону идут. Может быть купаться. Иди, пристань к ним. Она слышит и не слышит. Топчется. Потом уж хотел взять крапиву. Один раз отстегать, как следует. Для памяти. После этого идут две сестры наши. Куда-то идут. Там, где молитвенный зал. Я говорю, иди к ним, пристань. Ну кажется, сказал. Уже выговорил. И сказал, не будешь слушать. Я просто отправлюсь. Зачем ты приехал-то сюда? Я не знаю. Да вы мне разрешили. Архиерей служит один здесь у нас. Гидион был. А которого дьякона рукоположили. Гриша, бывший тракторист. Ну где-то не так. Главное-то подать вовремя. Он не так. Архиерей ему, да какой же дурак тебя рукополагал. Он говорит, ну такой меня рукоположили. Он сам себе характеристик выдал. Я точно в таком положении оказался. Так вы мне и разрешили приехать. Стихотворение сейчас прочитает. Есть свободные дураки, есть пленённые. Так. Немного погоди, я грижу, она уже у колодца стоит. Она и не знает, что это колодец. Кому она зашла, этих потеряла молитвенников. А одна, там же гражданка, она уже захватила её. Иди там, выдерни из сети. Как выдёргнуть не показала. Надо держать розетку. Ничего нет. И шланг отсоединить. Она не знает ни шланга, ничего. Главное, я тебе сказала, всё. Понимаете? Руководство какое. Ясное дело, иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Сказка об этом говорит. Значит, они были, эти родственники там. Я опять её там захватил. А где те, с кем послал? Туда? Туда с кем-то. Нет, её возьмёт, потому что она любит одиночество. Там такие духовные размышления, чтобы никто не мешал. Я же понимаю этих людей. Она идёт непрерывно за ветром вместе молитвы творит. Тут ещё и виновен будешь. Я правильно говорю или нет? Молчат. Значит, не надо этого делать. Не выходить по одному. Никуда не заходить. Разрешается купаться. Это вам достаточно. В пятницу. Это пятница, пятница. А в субботу у нас костёр. Ну не в эту. Не в эту. Через неделю. На следующий день можно сделать. Что нам тратить? Неплохо, если два раза на костере будет. Песнопение. Деревенский пригласить. Костёр. Вы узнаете, как готовилось его. Какая яма. Тут столько роликов про это. Вот просто сказала костер. Я уже возьму. Вот попробуйте сейчас и сделаем. А наики уже не будет. Это всё на одному падает. А если работаю здесь, у меня не просыхает. Я найду себе работу. Нет, ещё перчатки надену. Буду драть с корнем крапиву. Целый воз. Сказал соседям, которые наши молоко дают. Они уже приехали, увезли. А я выкапаю с корнем. Это самая ценность для свиней. Как всегда корень. Даже вот все корень растёт. Корень надо добыть его. Так. Это происшествие на сегодняшний день. Давай, Вячеслав. Послушайте стихотворение. Слушайте внимательно. Его надо было пересчитать не на один раз. Государство твой враг, чтоб не врали экранные шлюхи. Наихудшее зло не извне, а всегда изнутри. Государство маньяк, отбирающий хлеб у старухи, чтобы бросить ей корку и требовать благодари. Но не хлебом единым движением начальственной брови. Государство командует ей. Отдавай, сыновей. Но убой шагом марш. Государство не может без крови. А не чьей-то чужой и абстрактной конкретно твоей. Конкретно твоей. Государство твой враг, что наглее любого бандита. Ты преступник, коль только посмеешь себя защищать. С деликатностью танка и светлым умом троглодита. Государство всегда отвечает одно. Относи. Не пущать. Так, троглодит знаете кто это? Пожирает который все. Кто? Все пожирает который. Ну кто он такой? Это придумали, что люди были пещерные. И речь была слабая. Сильно волосатая. И только звук. Эй! Ай! Вот такие. Татароглодиты. Это такие у государства служащие. Ну кто живет здесь в государстве. Может подтвердить. Сколько раз был обижен. Я могу показать. Целые тома написать. Меня арестовывали. Несколько раз. Давай дальше. Чтобы труд не взрастил. Чтобы ум и талант не создали. Государство придет. И наложит. Когтистую длань. А для самых везучих. Оно отчеканит медали. Бесполезную медью. Платя за кровавую дань. Государство твой враг. Враг безжалостный. Жадный. Жестокий. Воплощение силы. Которой не нужно ума. Ненасытная тварь. Паразит. Вопиющие соки. Чья эмблема не флаг. И не герб. А война и тюрьма. Но и это не все. Ему мало. И денег. И мясо. Ему души. Твою и детей твоих. Вынь да положь. Чтоб гордилась кнутом. И оковами рабская масса. Чтоб привыкла с пеленок хлебать. Ядовитую ложь. Государство твой враг. Враг любого, кто мыслит не кстати. И чем стивее пафос высоких державных речей. Тем сильнее оно ненавидит того, кто не в стаде. Кто не ждет калачей. И плюет на его палачей. И страшнее запретов. Страшнее тюрьмы и параши. Пустоглазые толпы. Вопящий хором ура. Государство твой враг. Окупанты не могут быть наши. Даже если вчера с твоего они вышли двора. Государство твой враг. Твой. Какие бы козни и беды. Не чинило соседям оно. Понадеясь на куш. Победители. Первые жертвы преступной победы. Восстановят руины домов. Не разваленный душ. И опорой кровавому монстру, что лжив и корыстен. Равно служит продажный подонок и честный дурак. В нашем мире немного простых и незыблемых истин. Кони любят овес. Сахар бел. Государство твой брак. Вот три истины, которые не оспариваются в мире. Это прямо на основе статьи Александра Исаевича Полженицына. Жить не по лжи. Открыто все сказать. А это кто? Это кто автор? А зачем вам узнать? Надоел я вам тут? Да. Не говорится какое государство, как, когда, в каком веке. Все охватно показано здесь. Я опять стихотворный корм. И притом натолкнулся сегодня на стихотворение, которого нет нигде. Которое уже издается сейчас. Оказывается у меня три тома, которые в электронной версии. И они не попали туда. Вячеслав, слышишь, я говорю? Ну, тридцать первый том. Тридцать второй, тридцать третий. Они у меня в электронной только версии. И поэтому стихотворение, которое там, пошли мимо. Садимся. Вы довольны съездили? Игнатий Тихонович, благодарю вас, что вы отобрали и разрешили нам поехать. Так. Сделали ремонт. Пятерка. Пять баллов. Недорого. Все. На этом конец, да? А я ручку ищу. Если вы поможете, резину надо. Резину хорошую. Тридцать тысяч – это недорого. Сколько вам будет эту резину-то тянуть? О, если это быстро поменяем. Так, при дожде можно проехать. Понятно, понятно. Тридцать тысяч – не думаю. Пока обойдемся. Два захода. Так. Спаси Христос всем. Всем братьям, всем, которые помогли. Скажи, ты с каким чувством вернулся? Благодарность. Пришел ко мне стучит в окно. Первый человек. Что тебе там понравилось, не понравилось? Мне не понравилось то, что буквально охота на пчел и на пчеловодов объявлена. А кто? Ну, вот сейчас стихотворение было. Ну, понятно. Так. А понравилось то, что, ну, 130 семей, и он радуется, что, ну, более-менее… Несмотря на все это, Господь дает благословение ему, у него все там… У тебя замысел какой? Замысел? Ну да, ко мне. Вас еще опросить по поводу всего этого хозяйства, этого автора… То есть я должен интервью, дать, он составит ролик, а я его знаю, этого человека. Вот такой вот. Он вспоминает, как я его качал на качеле. Мне есть что сказать. То, что я расскажу, никто не расскажет. Потому что его мать, Ксения Михайловна, и моя мама, Мария Егоровна, работали вон там, в деревьях, ну, рядом. Она летает пасеки. Вместе. Но мама его была старшая. А моя мама, она держала пчел, в своих, примерно, 25 колодок было. И дед держал, Игорь Владимирович. Так что ответ нам известно. И о нем выбери фонд, где нужно говорить будет. После ужина сразу отойдем. Так, Сергей, я привез, принес шарика, привез, говорю, привел. И все. Накормить я сам по-доному. Садимся за столик. Скорее, повторяй! Продолжение следует...